Это же искушение, на самом деле, потрогать скрипку, которая стоит, сколько, 10 миллионов? Есть навигатор тоже, так что всегда знают, где я нахожусь. Все журналисты хотели увидеть эту знаменитую скрипку, но вы забыли код от футляра. Если бы вы тогда не выступали с Димой Биланом, занял бы он первое место, поставили 4 тысячи долларов. Вы знаете, это правда. Я не знаю, как вы это знаете. Вы в буквальном смысле этого слова сняли штаны с охранника. Привет, друзья. Возле меня находится всемирно известная скрипач Эдвин Мартон. Через полчаса у Эдвина будет концерт в оперном театре. Вы знаете, не каждый артист соглашается на интервью в день концерта. Вы согласились за полчаса до выступления. Как вы настраиваетесь? Я очень люблю настраиваться сердцем, душой. Моя музыка, мои мелодии. Я играю, и я очень люблю природу. Очень люблю лес, море. Одесса – это прекрасный город. Сколько раз вы были в Одессе? Сейчас мой третий концерт будет. Третий концерт. Первый концерт состоялся весной прошлого года. Да, да. И после этого вы уже трижды приезжаете в наш город. Уже третий раз. Вы настолько полюбили Одессу, одесского зрителя. Вы знаете, очень специальная публика, очень специальные люди здесь. Когда я выступаю в оперном театре, для меня это огромное, душевное, как сказать, я за... Энергия для меня внутри очень большая. Энергия зрителя, получается, особенная в Одессе? Да, очень важная для меня. В каких украинских городах вы еще выступали? Я сейчас, я был в Киеве, но мы выступали с шоу-чемпионов на льду. Я очень близок к чемпионам фигурного катания. И я написал очень много музыки. И также писал музыку для знаменитой пары, Алена Сашченко, кто украинка, она живет в Германии. Но и они выиграли сейчас в Корее золотую медаль. А можно ли сказать, что вы такой своего рода талисман для артистов, для спортсмена? Вот когда Евгений Плющенко выступал, вы сыграли, он победил. А Дима Билан на Евровидении, вы также были вместе с ним на сцене, и Дима Билан победил. То есть талисман Айдун Марта. Вы знаете, Женя тоже сказал, что когда он первый раз использовал мою музыку, что он приезжал ко мне в студию, показывал кореографию, темп, и я смог сделать для него мелодию, как ему хорошо. И он сказал, что он хочет продолжать. И больше, чем 50 золотых медалей выиграл с моей музыкой. А если говорить о Евровидении, я знаю, вы не получили гонорар за это, то есть вы выступали абсолютно бесплатно. Да, я думаю, что кто выступает, все выступают бесплатно. Это очень большой престиж, чтобы выступать на Евровидении. Это самое гениальное время было у меня. Я думаю, что за эти три минуты очень много людей узнают. И я очень рад, что я написал партию скрипки победной песни. Но, тем не менее, вам удалось заработать. Я знаю, вы поставили букмекерской конторе ставочку на то, что номер Димы Биланы, Билана займет первое место. Вы поставили 4 тысячи долларов, коэффициент был 1,4. Вы знаете, это правда. Я не знаю, как вы это знаете, но, но, да, это первый раз в жизни я сделал. Я никогда до этого не делал, никогда не делал букмекерской ставки. И я действительно поставил на нас и выиграл. Это правда, что номер Димы Билана вы репетировали за день до выступления? То есть это происходило именно в гостинице? Нет, мы очень давно репетировали. Я знаю, что организаторы сообщили вам, что нужно что-то изменить, хореографию. Изменялась, хореография, но мы еще, мы готовились и в Москве, готовились и в Будапеште. Очень долго, за несколько месяцев мы готовились. Но всегда немножко хореография менялась, чтобы было лучше. Я знаю, вы отказали Диме в том, чтобы поддержать эту известнейшую скрипку. отказали? Отказал. Подожди. Вы знаете, что у меня в контракте есть, что я должен играть, и я что должен, я только я могу играть на скрипке. Играть, но вы, но трогать ее никто не имеет права. Да, тоже не имеет права. Это прописано в контракте? Да. А скажите, кому-то давали, кроме себя? нужен родным своим. Это же искушение, на самом деле, потрогать скрипку, которая стоит, сколько, 10 миллионов? Я думаю, что это всегда меняется. Потому что каждый день, каждый год, когда есть на аукционе, есть примерно, я думаю, примерно между 5 и 15 миллионов. я знаю, у вас была пресс-конференция, если не ошибаюсь, в Японии, и все журналисты хотели увидеть эту знаменитую скрипку, но вы забыли код от футляра. Да, это было, действительно, это было очень интересно, потому что очень много журналистов приехало, чтобы услышать звук Страдивари 1699 года, и у меня очень специальный кейс есть, это специально сделано для этого Страдивари. кейс-навигатор. есть навигатор тоже, так что всегда знают, где я нахожусь, потому что около скрипки, и я думаю, что самое лучшее, конечно, что я действительно забыл этот код, и только моя сестра знает. Знаете, только вы и ваша сестра, да? А вы позвонили сестре? Я позвонил сестре, но было ночью, потому что разница была временной, и она не смогла позвонить. Взять телефон? и я не смог открыть. То есть японские журналисты не увидели эту скрипочку? не смогли. А потом вспомнили, да? Да, потом позвонил, уже утро было. Не забудете? Надеюсь, не забуду, еще не проверял. А сколько там цифр? Шесть цифр. Шесть цифр, да? Возле нас находится охранник, тогда у меня другой вопрос, а кто сейчас находится с вашей скрипкой? Другой охранник. Другой охранник, всегда перевозится скрипка с охранником отдельно в самолете. Специально он везет только скрипку. А не было неприятных инцидентов? Возможно, кто-то хотел украсить скрипку? я не знаю об этом. Я надеюсь, что, что, что не будет. Что за история, что вы в буквальном смысле этого слова сняли штаны с охранника? я, я прилетел в Вену выступать. И так получилось, что я был на Майорке перед Веной. И не пришел багаж, где была моя. И я был в шортах и тапочках. И не пришел в багаж, а уже был концерт. Но очень был радостный, что очень хорошо был одет охранник, в костюме. Я сказал, что, извини, пожалуйста, можно твои штаны и рубашку и пиджак, чтобы я выступал. Так что, он ждал гримёрки в трусах. В трусах, да? Сейчас на вас ваши штаны и охранника? Сейчас мои. Сейчас я уже с того пор, с тех пор не сдаю багаж. Ага. Всегда со мной. Ну, вы знаете, добросовестный охранник попался, мог бы не дать штаны. Нет, очень хороший. Очень хороший. Я знаю, вы выступали в Китае и специально к вам на выступление прилетели звёзды Голливуда, там, Джессика Альба, Николь Кидман. То есть, они специально летели из Соединённых Штатов к вам в Китай на концерт? Да, это был специальный концерт, когда я сделал свою презентацию нового альбома. И Морган Фримен Джессика Альба правильно. И тоже прилетел Кенни Джи, я не знаю, если вы знаете. Кенни Джи, саксофонист. А, очень много было людей, что сделали. Ну, приятно для меня, что приехали и сделали. Хочу обратить ваше внимание, сейчас вот остается там, сколько у вас, 30 минут до концерта, люди собираются. Да. Как думаете, сегодня аншлаг будет на вашем концерте? Я, мне сказали организаторы, что будет аншлаг. Вы знаете, моя музыка, где сочетается виртуозность с любовью и мои мелодии, которые я пишу и хочу передать эти эмоции для сердец одесситов. Если вернуться к Евровидению, как думаете, а если бы вы тогда не выступали с Димой Биланом, занял бы он первое место? Возможно, победа была благодаря вашей гениальной игре на скрипке? Я думаю, что занял бы. Дима уникальный певец, уникальная личность, уникальный человек тоже и уникальный голос. И я думаю, что он сделал бы. Сейчас в каких вы отношениях с Димой Биланом, с Евгением Плющенко в связи с той ситуацией сложной, которая происходит у нас в стране? очень-очень сложная и очень грустная ситуация. и мы стараемся своим творчеством немножко помогать и выступали вместе тоже в этом году. Это в России выступали? Да, выступали. И сейчас мы планируем, я думаю, что будет получаться в марте сделать, может быть, шоу чемпиона вместе с Женой и Димой. А как вы считаете, вот, вы знаете, многим российским артистам запрещают службы безопасности Украины приезжать в Украину, для вас как? Я слушаю, я думаю, что очень-очень важно, что если мы, что творческое и создание музыки, оно должно быть всегда на эмоциях, больше на эмоциях и больше на сердцах, чем политика. Политика это очень грустно, и я действительно всегда очень сильно надеюсь, что все будет благополучно, и пожалуйста, всем нужно надеяться. Я уверен, что вы переживаете за Украину, поскольку у вас украинские корни. Очень переживаю, у меня бабушка здесь была, я родился в Сакарпатии, когда мне было два года, у меня папа венгер, и мама украинка, и мы переехали в Венгрию, когда два года было, и поэтому я очень сильно переживаю всегда, и стараюсь следить, и надеяться, что намного лучше будет, это прекрасная страна. Сейчас слышите, звучит где-то скрипка, у нас обычно здесь уличные музыканты играют, или вот там кто-то вот, это не ваша скрипка сейчас звучит? Нет, она в надежных руках. Да, вот нас охранник поторапливает, давайте ускоримся немного. Да, вот у меня главный вопрос, я думаю, интересует наших зрителей, покажете нам скрипку? Обязательно, можем ее увидеть? Я уже пообещал. Дотронуться мы можем? Дотронуться нельзя, но показать можно. Ну, хоть посмотрим на нее, я думаю, это будет интересно. Какие украинские блюда вы любите? Я знаю, вы любите очень голубцы. Голубцы очень-очень сильно люблю. В Венгрии тоже есть голубцы, но они другие немножко, они из кислой капусты, и мне нравится, что в Украине со сладкой капустой. Ага, у вас особенная капуста, вы знаете? Да, очень хорошая. И здесь я всегда очень люблю сырники, 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 да, 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 да. И очень люблю вареники, с чересня, с чересня. А с вишней? С вишней тоже люблю. Тоже любите? Да. То есть вы когда приезжаете в Украину, говорите мне перед концертом, пожалуйста, вареники обязательно, иначе я не выйду на сцену. Вареники, голубчики, а украинский борщ? Украинский борщ, конечно, тоже. И здесь, особенно в Одессе, очень, очень вкусно. И я всегда спрашиваю, это блюдо называется форшмак. Да, это очень я люблю здесь. Я только здесь видел, в Одессе. я читал, вы собирались побить рекорд Гиннеса. Побили или нет? Рекорд Гиннеса? Попасть в книгу рекордов Гиннеса, вы что-то собирались сделать. Я вот только не ношу информацию, что вы хотели сделать. Что-то я хотел сделать, да? Да. Была такая история или нет? Может, что-то мы хотели сделать. Да, было что-то. И сделали, но только я сделал музыку. Да, сделали самый длинный сальто назад. Вы сделали сальто? На лду из французов. Сделали, и они попросили для меня музыку, чтобы я написал, когда они делают рекорд Гиннеса, чтобы звучало Двин Мартом. А я так понял, что именно вы хотели, чтобы попасть. Потому что еще шутил Евгений Плющенко, что вы будете на скорости есть сосиски. А сосиски нет. Сосиски я не очень люблю. Вы любите сосиски? Сосиски почему бы нет? Да. Я не очень. Я люблю форшмак. Что вы чувствуете, когда берете в руку когда я выступал в Германии, больше чем 300 человек было на конкурсе. 60 японцев, 70 китайцев. И я, когда я выступал и выиграл этот конкурс, и право играть на скрипке с Родевали, я не мог спать целую ночь, потому что сказали, что завтра утром будет нужно будет мне передавать скрипку. Она находится в швейцарском банке, да? Нет, в Германии. В Германии. И так было, что я настолько не спал, что уснул. утром уснул и проспал. И уже позвонили, что все уже ждут, но меня нет. И я быстро собирался и пришел, и когда я первый раз увидел и сыграл на ней, это сразу была любовь первого звучания. Итак, мы подходим к вашей гримерке, вот именно за этими дверьми и находится охранник, да? Охранник находится здесь, охранник уже здесь. Охранник уже здесь. уже здесь. Очень важно для нас. Так, мы можем зайти, да? Окей. Окрауна разрешает? Do you have a... Нет. Окей. Come on in. Так, что у нас со светом? Нормально. Итак, вот это вот, друзья, вот этот футляр с кодовым замком в футляре GPS-навигатор, встроим? Да. То есть унести не получится далеко. Мы не снимаем ваш код, можете набирать. Да, спасибо. Окей. специально сделан очень хороший кейс. Даже знаете, не верится, что это скрипки почти 400 лет. 1699 год это один из самых хороших периодов Антонио Страдивариус и с салатистым лаком очень мало скрипок осталось и в таком состоянии, как эта скрипка, очень мало скрипок есть. Если вы можете посмотреть, она сделана с целого, с целой нижней адекой, сделана с целого дерева и очень драматическое дерево, очень редкостное и нету никаких трещин, нигде нету трещин, это очень уникальный экземпляр. Я знаю, вам не всегда дают эту скрипку, да, и тогда приходится играть на другое. Да, есть у меня несколько скрипок. Какая стоимость? У меня очень хорошая скрипка, тоже называется Diamond Violin, диамонная скрипка, которая сделана тоже в Кремоне, где работал в Страдиваре тоже, но современным мастером, кто сейчас делает скрипки, Франческо Тото, и он сделал уникальную вещь, я получил еще раньше подарок от принцессы Брунай, диаманты, и он сделал здесь 201 диамант в Perfing, и это только одна скрипка есть в мире, которая сейчас Diamond, Violin. Давайте, чтобы вас не задерживать, возможно, для наших зрителей фрагмент гимна Украины. Можете сыграть? Я думаю, что я сыграю сейчас Vivaldi. Хорошо. Если возможно. 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 Субтитры Спасибо вам огромное, не будем вас больше задерживать, удачного выступления и, как всегда, рады будем видеть у нас в Одессе. Я уже говорил о том, что вы талисман, с кем бы вы ни выступали, у кого бы на концерте не играли, всегда этот артист побеждает. Вот хотелось бы, чтобы вы сыграли перед матчем сборной Украины по футболу, и тогда, возможно, мы начнем выигрывать. Договорились? Я очень рад буду. Спасибо. Спасибо огромное. Удачи.